Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралепименон или второй книги летописей. И мы читаем вторую главу, которая рассказывает о тех приготовлениях, которые делались к построению храма. И с первого стиха. И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский. То есть положил в сердце своем и положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. Действительно, он поступает мудро. Давид так не поступил в свое время. Потом, наверное, он жалел об этом. И даже пророк Божий выговаривал Давиду. Давид сначала построил себе дом царский, а потом мечтал всю жизнь до смерти, как бы построить храм, но Господь ему этого не попустил. А здесь, очевидно, Соломон действует очень разумно. Первое, что он положил на сердце, построить дом имени Господню, а второе – дом царский для себя. Наверное, к тому времени дворец Давида обветшал, и Соломон хочет построить новый дворец, но только после того, как будет построен храм. Вот это было то, что на его сердце. И отчистил Соломон 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков в горах, и надзирателей над ними 3600. То есть он выделяет работников для подготовительных работ. «И послал Соломон к храму, царю Тирскому, сказать, как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи и со мною». Но есть отличия действий Соломона от действий Давида. Соломон здесь действует более разумно. «Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы выжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы, предложения, и возносить там все сожжения утром и вечером, в субботы и в новомесячья, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю». То есть для него как бы это на первом месте храм. «И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов, и достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его». Вот здесь в словах Соломона звучит теологическая истина о том, что небеса небес не вмещают Господа. Господь сотворил этот мир, но все сотворенное им не может, естественно, вместить его, потому что Господь значительно более велик, бесконечно велик по отношению ко всему тварному. «И кто я?» – восклицает со смирением царь Соломон, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его. Имеется в виду воскурение жертв и воскурение фимиама, то есть ладана. Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, из серебра, из меди, из железа, из пряжи, пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. То есть он просит мастеров, но при этом сообщает, что есть местные мастера, которых приготовил Давид, то есть обучил их, наставил, как действовать. Потому что доверять построению храма только иноземцам, это было бы неразумно. «И пришли мне кедровых дерев и кипарису, и пегового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские». Кедр ливанский считался таким драгоценным деревом, это благоухающее дерево. И им как бы обшивался храм снутри. Потом это все покрывалось золотом. «И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный». То есть он подчеркивает величие этого строения, отталкиваясь от величия Бога, но при этом понимает, что Бог бесконечно превознесен над всем своим творением, ибо небеса небес не могут его вместить. А храм строится для почитания Бога. Именно на особо выделенном месте. «И вот древосекам, рубящим дерева, рабам твоим, я даю в пищу пшеницы 20 тысяч коров, и чменя 20 тысяч коров, и вина 20 тысяч батов, и оливкового масла 20 тысяч батов. То есть он проявляет заботу о тех людях, которые будут осуществлять построение, чтобы они ни в чем не нуждались, и посылает для них не только пищу, но и вино, чтобы оно веселило их сердце, потому что очень важно было совершать эту работу с радостью и весельем. Почему? Потому что необходимость построить храм – это одна из заповедей Божьих. А все заповеди Божьи, как сказано в книге «Второзаконие», надо совершать с радостью и весельем. И были заповеди Божьи о том, что должны сделать евреи в земле обетованной. Они должны были прогнать семь народов, они должны были разрушить все капища, поставить над собой царя и построить храм. Надо сказать, что со многими из этих положений они не справились. Во-первых, они не прогнали все народы. Во-вторых, они не разрушили все капища, потом даже сами стали приумножать капища. Но царя над собой они поставили, и храм они построили. И далее мы читаем, как хирам отвечает письмом на это послание Соломона. И отвечал хирам, царь Тирский, письмом, который прислал к Соломону по любви к народу своему. Это он пишет, это текст письма. Господь поставил тебя царем над ним. Действительно, Бог ставит над народом хороших правителей по любви к народу. А если народ не заслуживает любви, Господь может поставить плохих правителей над нами. За наше окаянство, как говорили русские князья, приезжая в Золотую Орду, они говорили, за наше окаянство, за наши грехи Бог поставил тебя, хан, над нами. Тебе поклонимся, а твоих богов чтить не будем. Но вот в случае с Соломоном здесь такая проблема. Он действительно сначала был благословением для своего народа, а потом стал проклятием. Один и тот же правитель, один и тот же человек, но когда он поменял вектор своей религиозности, когда его жены развратили его и подтолкнули его к идолопоклонству, он стал сетью и бедою для собственного народа. Хотя он пережил раскаяние и примирился с Богом, его исповедальной книгой является книгой Экклесиаста. И еще сказал Хирам, «Благословен Господь Бог Израилев», мы видим, что Хирам знает имена Божия, «создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя». Вот дом царский – это во вторую очередь. То есть мудрость Соломона заключается в том, что он сначала хочет построить дом Господу и только потом дом царский для себя. Вот когда после гражданской войны множество россиян оказались в изгнании, за границей, во Франции, в Болгарии, в Сербии, первое, что они строили – они строили храмы, особенно там, где их не было. И вот, например, трехсвятительское подворье в Париже, мне довелось там как-то служить, когда я посещал Париж, оказывается, это был гараж, который выкупили благочестивые православные иммигранты, иммигранты, в основном офицеры белые, и они переоборудовали все это помещение в храм, перестроили. И так в других местах, где русские, там храмы. Особенно в тех местах, где до появления русских храмов не было. А зачем какая-то местность? Как в фильме «Абуладзе» сказано очень хорошо. Зачем дорога, если она не ведет к храму? А куда она там ведет? Глупость какая-то получается. И далее храм продолжает рассуждать. «Итак, я посылаю тебя, итак, я посылаю тебе, человека умного, имеющего знания, храм Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых. А отец его, Тирянин, умеющего делать изделия из золота, из серебра, из меди, из железа, из камней, из дерева, из пряжи, пурпурового, яхонтового цвета, из вессона, из багреницы, и вырезывать всякую резьбу и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего». Кстати, масоны очень почитают этого храм Авия, они считают, что он как бы первый такой каменщик, который вот известен в их среде. Вообще была опасность приглашать этого язычника Хирам Авия. Ведь тогда храмы строились долго. То есть, взять, например, средневековые храмы, некоторые строились по сто лет, больше даже, и возникали такие общины каменщиков, и чтобы вступить в эту общину, надо было иметь поддержку от двух других каменщиков, такие братства каменщиков, и каким-то образом все это переродилось в антихристианское, в антицерковное движение масонов. А здесь была опасность, что этот Хирам Авия, он привнесет то, что называется Авадазара по-еврейски, то есть, элементы чуждого служения. Но надежда была вот на этих специалистов, которых уже подобрал Давид из числа израильтян. Они должны были следить за действиями Хирам Авия. И в Москве тоже, кстати, в Кремле некоторые храмы строили итальянские архитекторы, но под таким суровым надзором русских православных людей, которые как бы всегда с недоверием относились к иностранцам и присматривались, а не внесут ли они каких-то своих элементов, тем более в построение храма. Далее мы читаем «О пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино» Это продолжается текст письма Хирама, «О которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерево с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу и ты отвезешь их в Иерусалим». То есть, оказывается, Яфа уже тогда это был портовый город. Яфа это значит красивый город. Кстати, однокоренные слова это Яфа и Яфет. Яфет это родоначальник индорийских народов, греков, римлян, славян, германцев, британцев. И имя Яфет означает тоже красивый, как и Яфа. Название этого портового города указывает на красоту. Я вот когда посещал Израиль, я был в Яфе, и там такое красивое море, такие древние сооружения на берегу моря. Я буквально там любовался на все, что видел. И дай Бог кому-то из вас тоже посетить Яф, посмотреть какие там есть святыни, удивительно красивые места. И вот в Ливане должны были нарубить кедр ливанский, другие дерева и связать все эти бревна в плоты и по морю так было удобней доставить все это в Яфу, а из Яфы все это перевезут в Иерусалим. А ты отвезешь их в Иерусалим. То есть эти дерева. И далее мы читаем 17-18 стих «И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом отцом его, и нашлось их 153 600». То есть важно было, чтобы число пришельцев, иностранцев не было бы слишком завышенное, потому что если их очень много, много появляется в стране, они в какой-то момент могут власть взять в свои руки. И сделал он из них 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков на горах и 36 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Давайте посмотрим, какой комментарий есть на эти два стиха. «Беда достопочтенная» – это его трактат о храме. Он пишет. Итак, надзиратели, отвечавшие за всякие виды работ, это писатели священного писания. Но «Беда достопочтенная» применяет аллегорическое столкование. И их учительством мы наставляемся во всем как наилучшим образом учить несведущих и исправлять насмешников, как нести бремена друг друга, чтобы исполнить закон Христов. И чем больше каждый проявляет усердие, заботясь о поддержке ближних в их нуждах или исправляя их заблуждение, тем с большей уверенностью он может ожидать в жизни грядущей награды либо душевного покоя после смерти либо блаженства телесного бессмертия. Здесь бедность почтенная он переиграл слово пришельцы. Ведь кто мы на земле? Странники и пришельцы. Как называется земная церковь? Странствующая и воинствующая. И вот он как бы обыгрывает этот термин и переносит на христиан. Потому уместно и сообщается, что работники исчислялись числом 70 и 80 тысяч, 70 тысяч в силу субботнего покоя, ибо седьмой день посвящается субботе, то есть покою, 80 тысяч в силу надежды на воскресенье, которое восьмой день, то есть после субботы, уже произошло в Господе, то есть когда Христос воскрес, и есть надежда состоится и в нас восьмой день, восьмой век, который наступит. Еврейская седмица наканчивалась субботой, а Христос воскрес, воскресный день, то есть в день после субботы, как бы раздвинув ветхозаветную седмицу, ибо воскресенье Христово выводит нас на восьмой день. Это незакатный день, который, начавшись в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, не прекратится уже никогда. С другой стороны надзирателей, кстати, слово надзиратель, он тоже обыгрывает слово епископ, означает надзиратель. С другой стороны надзирателей было 3300 без сомнения в силу веры в Святую Троицу, которую возвещает нам Священное Писание, то есть дело епископов проповедовать Святую Троицу. Также факт, что в книге Параллепименон вместо 3300 написано 3000 имеет отношение к совершенству мужей возвышенных. Так как Господь совершил созидание мира числом 6, то совершенные дела людей добра справедливо символизируются этим самым числом. И поскольку Священное Писание учит, что дела праведности должны исполняться с истинной верой, то по праву и утверждается, что надзирателей над работами в храме было 3600. То есть число 3 указывает на веру в Святую Троицу, которую должны возглашать епископы надзиратели, а число 6 на совершенство созидательной работы, как Бог творит мир за 6 дней, а потом почил от всех дел своих. Нельзя не отметить, что 70 тысяч насильщиков и 80 тысяч каменосеков с надзирателями были не из Израиля, а из новообращенных, то есть пришельцев, живущих среди израильтян. И вот здесь уместно вспомнить, что слово пришелец по-еврейски гер, на самом деле означает человека, который перешел в иудаизм, который перешел в иудаизм, то есть пришельцы и празелиты это синонимичное понятие. В книге Паралипоменон написано «Исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом отцом его, и нашлось их 153 600, и сделал он из них 70 тысяч насильщиков и так далее». Вот как свойственно беде достопочтенному он именно вот аллегорически все это истолковал и в общем-то из ветхозаветного текста он сделал текст абсолютно новозаветный, который несет нам соответствующее назидание.